уважаемые близнецы я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 14 по 20 декабря включительно все что требуется от вас это внутреннее спокойствие расклад общий он подойдет и женщинам и мужчинам сейчас как всегда вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада та карта которая останется на самом дне колоды после выкладки всех карт и будет являться ответом на ваш вопрос но вы должны запастись терпением не забывайте о том что расклад общий для всех одинаково проиграться он не может сколько людей столько судя просто рассчитан на адекватных людей и помните о том что он не заменит индивидуального в особенности если у вас какие-то проблемы но даже по общему раскладу мы можем рассмотреть влияние или характеристики этой недели в общем преобладающие энергии это таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту сегодня нам в помощь также и рунический оракул который я возьму уже в завершении как дополнение к вашему раскладу колода готова и мы с вами можем начинать уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начинается сразу же с карты старшего аркана умеренности карта прекрасная она говорит о вашем образовании о накопленном опыте который помогает вам и в этом периоде но в негативе эта карта может говорить о том что в этом периоде вам нужно себя в чем-то ограничивать эта карта говорит о том что будьте умеренны в тратах проявляете лояльность в общении даже к тем людям которые вам они приятны эта карта может говорить о том что в вашей жизни на сегодняшний день есть какие-то затруднения из-за которых вы переживаете но это временно эта карта приспособления под обстоятельства также эта карта говорит о том что вы должны уметь правильно распоряжаться своим временем у вас должен быть четкий план последующих действий планирование буквально каждого дня и тогда вы сможете и неплохо отдохнуть и неплохо поработать конечно эта карта может говорить о каких-то ограничениях но не стоит отчаиваться эта карта говорит о том что высшие силы вам помогают что все под контролем высших сил таков ход судьбы давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели что входит в вашу жизнь и здесь мы видим карту пажа мечей это хлопоты суета это нервы это эмоциональное напряжение по этой карте вы можете кому-то не доверять это могут быть какие-то напряженные разговоры и в работе и из-за денег и то что касается личных отношений также эта карта может говорить о том что рядом с вами есть человек который представляется вашим другом или подругой но этот человек явно завидует вашим успехом явно в чем-то с вами не откровенен и от этого человека непонятно что можно ждать в будущем это могут быть какие-то неприятные разговоры или сплетни за вашей спиной которые может распространять вот этот самый человек у многих из вас нервы из-за ваших детей из-за их образования что-то здесь не получается что-то может тормозиться также и в образовательных процессах нервничаете вы нервничаете дети возможно в этом периоде вы своих детей пытаетесь в чем-то ограничить либо дать им какой-то нужный совет либо какие-то подсказки но они вас не хотят слушать им хочется свободы им хочется самостоятельности в особенности если у вас дети подростки если дети взрослые в любом случае это накаленные отношения и нервы конечно же присутствует давайте посмотрим что ждет наши семейные пары в этом периоде для семейных пар выпала карта рыцаря монет и карта восьмерки монет две карты монет говорят о том что в вашем доме будут деньги и это уже хорошие новости зарабатывать будете и вы и ваша вторая половиночка но по первой карте вы должны помнить о том что не тратьте деньги на то что не является сейчас вещами первой необходимости а значит вам на что-то деньги понадобятся в будущем и в этом периоде я вижу что у вас идут большие вложения и траты относительно вашего дома что-то вы пытаетесь развивать возможно это какие-то важные покупки для кого-то ремонт для кого-то из вас это возможность зарабатывать не выходя из дома вы очень социальные и люди и вы и ваш партнер вы стоите друг друга объединив свои усилия в этом периоде вы многое можете сделать и изменить своем доме улучшить в лучшую сторону чем вы и занимаетесь многие из вас обдумывают дороги возможно дороги связанные либо с рабочими процессами либо с образовательными также эти карты могут говорить о том что рядом с вами партнер или партнерша человек который постоянно учится и чему-то совершенствуется и вы растете вместе основное ваше внимание направлено на благоустройство в вашей жизни на финансы на работу интимные сексуальные отношения отходят на 2 план но ваши отношения развиваются я вижу преданность и я вижу взаимоподдержку давайте посмотрим что происходит у наших одиноких близнецов для одиноких выпала карта двойки пентаклей карта королевы жезлов и карта туза мечей в общем то три неплохие карты несмотря на рутину на суету на то что денег катастрофически может не хватать вы не падаете духом если говорить о женщинах вы женщина очень идейная вы можете организовать не только свою жизнь но и жизнь тех людей которые находятся рядом с вами многие из вас могут стоять на пороге новых начинаний вы обдумываете новые проекты что-то новое для вас на сегодняшний день и в сложностях но вы готовы рискнуть хотя периодически вас одолевают грустные мысли о том что что-то у вас может не получиться для тех кто в этом периоде оформляет какие-то бумаги или документы я вижу что ваш вопрос в сложностях возможно понадобятся еще деньги с кем-то еще нужно будет переговорить что-то может тормозиться если вы женщина то вы должны полностью этот процесс контролировать кому-то напоминать о себе и также что-то делать самой если говорить о мужчинах развитие ваших дел в этом периоде во многом может зависеть от женщины для кого-то это может быть коллега по работе для кого-то подруга для кого-то даже дама вашего сердца многим из вас удается удержаться на плаву рабочие позиции вы удерживаете заработать вы сможете на текущие проплаты и расходы денег вам хватает возможно в этом периоде действительно вам предстоит что-то оплатить не стоит переживать все у вас получится если говорить о вашей личной жизни если говорить о женщинах вы конечно очень яркая очень общительная вы не можете не нравится противоположному полу но вы женщина очень прямолинейная и вы говорите в лицо то что вы думаете кого-то из партнеров это может отталкивать но новые знакомства все равно возможны для тех кто на сегодняшний день встречается карты говорят о том что в отношениях много зависит от женщины как вы захотите так и будет я вижу что вы немножечко побаиваетесь новых отношений либо тот человек который на сегодняшний день рядом с вами вас чем-то немножечко отпугивает вашу жизнь может войти непростой человек у вас есть свои проблемы у этого человека также вы можете нервничать еще из-за того что происходит в жизни вашего партнера ваша сексуальная энергия в особенности у женщин требует выхода вы не собираетесь проводить время с кем попало и вы очень выборочны в отношении своей второй половинки давайте посмотрим центр в сердце вашего расклада и здесь мы видим основные события вашей жизни также основные моменты связанные с работой центре расклада выпала карта королевы пентаклей королевы монет и если говорить о женщинах эта карта говорит о том что заработать вы сможете в работе в этом периоде вы проявляете свои лучшие деловые качества для кого-то эта карта может говорить о женщине стихии земли с которой вы также можете сотрудничать это может быть женщина начальница женщина коллега женщина компаньонка с которой вы решаете текущие дела если говорить о мужчинах вам также с работой может помогать женщина и от женщины что-то зависит ваших рабочих деловых процессах но эта карта предвещает хорошие доходы и для женщин близнецов и для мужчин но для мужчин доходы с помощью женщины давайте посмотрим что на вашем сердечке на вашем сердечке карта рыцаря пентакли и снова пентаклей это говорит о том насколько для вас важно сейчас заработать вы будете рассматривать любое финансовое предложение и действительно хорошие предложения по работе к вам могут поступать для женщин это сотрудничество с мужским лицом а для мужчин это сотрудничество с дамой объединение усилий в чем-то и хороший результат у многих идет стабилизация рабочих процессов возможность увеличить свои доходы это стабильный заработок возможность что-то накопить и отложить при желании но по этим картам вы себе многое сможете позволить для тех кто в поиске работы даже в это непростое время работу найти вы можете при желании и здесь вам кто-то с этим поможет давайте заглянем теперь в дом ваших финансов что происходит с вашими деньгами на самом деле в дом финансов выпала карта туза чаш также прекрасная карта она говорит о новых начинаниях и о новых творческих проектах возможно кто-то из вас хочет вложить деньги в какое-то предприятие для вас которая для вас нова и интересно многие из вас по этой карте хотят вкладывать деньги в свое развитие и деньги у вас будут даже для тех кто не работает эта карта говорит о помощи близких о помощи вашей семьи вы также по этой карте думаете о том чтобы кому-то из близких помочь и сделать что-то приятное эта карта также может говорить о предстоящих праздниках которым вы готовитесь и ваши деньги сейчас нацелены и на это также для тех кто встречается эта карта говорит о том что вы готовы развивать с кем-то отношения вы готовы спутнику или спутнице покупать подарки его или ее чем-то удивлять но по этой карте вы и сами себе можете сделать любой подарок с деньгами здесь все нормально для тех кто действительно вкладывает деньги в свое развитие вас ждет успех и вы будете развиваться что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта старшего аркана шута эта карта говорит о том что у вас огромный круг общения эта карта может говорить о соцсетях эта карта может также говорить о новых возможностях и новых друзьях о новых знакомствах многим из вас по этой карте хочется обновлений хочется в чем-то рискнуть и попробовать себя в каком-то новом начинании то что касается внешнего мира для многих вы очень интересно неординарная личность с вами интересно общаться вы интересны другим людям и эта карта говорит о том что вы для себя ищите какие-то новые знания и новый опыт давайте посмотрим на скрытые факторы на ближайшее время что вам может помочь или что может помешать мы видим карту шестерки чаш мы также видим двоечку чаш и мы видим карту старшего аркана иерафанта на ближайшие две недели я не вижу никакой угрозы наоборот радость счастье возможность отдохнуть праздник в душе неудивительно на носу новый год эти карты говорят о радостных встречах и о том что выходные действительно поднимут вам настроение вы действительно сможете провести их достойно вы сможете сделать какие-то подарки и своим близким и вам также кто-то что-то может подарить для наших влюбленных карты говорят о том что ваши отношения будут развиваться эти карты говорят о надежных союзах то есть и в рабочих процессах вы также защищены поэтому работу вы не потеряете давайте посмотрим чем для вас завершится именно эта неделя на завершение этого периода мы видим карту десятки мечей эта карта может говорить о том что у кого-то из вас могут обостриться хронические заболевания поэтому стоит подумать о своем здоровье несмотря на то что дела идут неплохо вы начинаете впадать какие-то депрессии но эта карта может все-таки говорить и о родовых проблемах о том что вы страдаете или переживаете из-за кого-то кому-то из вас действительно нужно отдохнуть или отлежаться почему потому что эта карта говорит о потере энергии и вам эту энергию нужно восстанавливать давайте возьмем для вас карту основного совета и на основной совет для вас выпала карта десятки чаш карта прекрасно и она говорит о том что вам стоит подумать о предстоящих праздниках эта карта вашего дома вашей семьи эта карта домашнего очага и ваших родных и близких вы можете прекрасно провести праздники планируйте их готовьтесь к ним и вас ждет большая радость возможно ваши близкие от вас чего-то ждут сама по себе эта карта говорит о том что вы не должны падать духом всегда быть в хорошем настроении и помнить о том что жизнь продолжается давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет и мы видим карту старшего аркана силы эта карта дает однозначный ответ да но желаемого вы можете получить только преодолев какие-то трудности либо приложив максимум усилий и воли а это говорит о том что проблемы все таки существует возможно вам на пути для достижения желаемого кто-то будет мешать возможно есть какая-то конкуренция либо враги возможно вам с кем-то тяжело найти общий язык или договориться но вы достаточно мудрые люди и прибегнув к своей житейской мудрости вы найдете выход желаемо да вы получите но ваш вопрос целиком и полностью зависит от вашей силы воли и где-то даже отваги теперь давайте попросим помощи у рунического оракула и спросим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для мужчин и для женщин сейчас я возьму одну карту на текущие дела в работе и то что касается финансов так как у многих финансы напрямую зависит от вашей работы и для вас выпала руна и вас эта руна говорит о трансформациях это также руна магии возможно кто-то из вас думает о том чтобы с помощью магии улучшить свою жизнь в работе вы очень много вас можете добиться но преодолевая препятствия препятствия все-таки существуют но они выпали для вас не случайно вы проходите какой-то кармический урок и даже если что-то для вас на сегодняшний день болезненно либо какие-то люди неприятны они не случайно вошли в вашу жизнь и вы чему-то должны научиться и чего-то должны извлечь урок а это говорит о том что этот урок пойдет вам на пользу в будущем давайте возьмем карту руну для наших семейных пар что она посоветует или о чем поведает вам и для вас выпала замечательно руна монас это руна человека это руна не просто человека а уважаемой личности очень много в вашей семье и вашем доме зависит именно от вас самого или вас самой я вижу чтобы этой карте вы можете созидать а не разрушать вы можете не только улучшить свой быт и уровень своей жизни но еще и помочь кому-то это руна вашего творчества ваших талантов и по этой карте вы должны стремиться к совершенству чем бы вы не занимались чтобы вы не делали ваши родные и близкие ценят вас за порядочность и человечность давайте возьмем также руну для наших одиноких сердец что выпало для вас а для вас выпала замечательная руна руна геба это руна союзов это руна сексуальных отношений это встречи это свидание это интим это романтика это духовное единство и для тех кто встречается вам обеспечено развитие отношений и прекрасный отдых даже для тех кто не повстречал свою вторую половиночку в скором времени высшие силы пошлют вам человека достойного человека с которым вы будете на одной волне вот таким был для вас расклад на этот период всем удачи не отчаивайтесь даже если в завершении этого периода вас могут ждать какие-то неудачи побеспокойтесь о своем здоровье постарайтесь отдохнуть и набраться сил перед предстоящими праздниками они тоже потребуют ваших сил и вашей энергии но праздники вы проведете великолепно подписывайтесь на мой канал кто еще не успел подписаться пишите в обратных сообщениях как для вас этот расклад проигрался а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих видео